Работа давно выполнена, денег все нет. По вине одного из субподрядчиков уже несколько месяцев группа запорожских мостостроителей не может получить зарплату. В чем причина неплатежей, выяснял наш корреспондент. На строительство этого переезда попали по объявлению, говорят мостостроители. Нанимал их на работу представитель горловской фирмы, выступавшей на стройке суб-субподрядчиком. 37 человек работали неофициально, якобы проходили испытательный срок, говорят люди. А затем работодатель обещал и договоры заключить. Заключим, но вы проработаете две недели. Если никаких нарушений не будет, мы вас автоматически оформим. Ну и так всем, он говорил, не только мне. Работали вахтовым методом по две недели. За первую рассчитались вовремя и полностью, а затем начались серьезные перебои с оплатой, жалуются строители. Обещали нам платить 140 гривен в день. Мы проработали здесь с сентября месяца до середины ноября. Выполнялись работы полностью от нуля. Устанавливались перемышленные балки, вязалась арматура, армировка, заливались, бетон заливался, бетонные работы. Платить работодатель не отказывается, говорят строители. Правда, выплаты откладываются со дня на день уже не один месяц. По телефону отвечают, что да, мы вам выплатим. Ну а кто ж скажет, что мы не выплатим? Кто-то уже махнул на эти деньги рукой и нашел другую работу. А кто-то рассчитывает на них, поскольку новой работы нет, да и размер долга приличный. Сумма не маленькая, 4 тысячи гривен должны мне. Я две вахты доработал, ни копейка не дали мне грошей, ни копейка. Была беременная жена. Я эти деньги думал пустить на родом. Но как бы их нет, пришлось взять кредит. А кредит тоже самое надо как-то возвращать. Руководитель фирмы, нанимавшей этих людей на работу, от комментариев отказался. Однако долг перед работниками не отрицает. Говорит, расплатится, когда с ним окончательно рассчитается субподрядчик. Горловский филиал предприятия «Укрбудстальконструкция», который в свою очередь ждет денег от генподрядчика «Умань Автодора». Однако ждать осталось недолго, заверили нас в Запорожском обл. Автодоре. Как раз сейчас стартует финансирование объекта из бюджета 2013. Ввиду этого «Укрбудстальконструкция» планируют устранить задолженность в ближайшее время. Уже полностью расписаны деньги на строительство в этом году. Я думаю, будут вернуть всю задолженность, которая была. И в апреле, я думаю, это сдвинется с мертвой точки. Рабочим же остается надеяться, что фирмы, непосредственно нанимавшей их, также сильно заинтересованы в ликвидации долгов. Важно, чтобы в масштабах грандиозной стройки, находящейся под постоянным контролем местных властей, не оставались без внимания проблемы каждого отдельного человека.